Областные дожинки у Житковича стали соправданным святым представленников вёстки. На некий час практичного въезда в центр города перетворил ещё один великий подворок. Некто запрошал отведать свежие островы, некто демонстровал местовые обрады. И тут же побыч выставой сельской господачей техники и гадлёвой роды ромесников. Для Житковича областные дожинки не просто свято, а значная подея, подросток, до какой протягивался некаких месяцев, так и достатково протягивает час, потребующий для того, как попровести работы по добропорадкованию, от будовництва дорог до реконструкции объектов социальной сферы и ремонта жилья. Непосредственно на дожинках гостей вы решили издевить великим подворком Житковича Обрадовая за демонстрации полезных народных традиций. Отдельно окажут шкода, что осёлит район не отремаупрызовых местов. Конкуренция саправды великая. Гидр по уборце зерня – дейдерский район. В этом году тут намолотили 105 тысяч тонн сбожа. При огонь на областном каравае – у 1 миллион 300 тысяч тонн. Мы из года в год всё-таки добавляем посев структуры зерновых культур, чтобы получить достойный карава и достойный урожай – это нас, а зимы клин зерновых. И мы его будем наращивать. И мы в этом году сделали задел на следующий год, превысив, конечно, более 2 тысячи гектар посели, больше, чем в прошлом году. Выставы сельскохосподарской техники для областных дожинок, мероприемства хоть и традиционные, а ли интерес поклика и великий, тем больше, что на одной линейце ищет довоенные узоры и сучастное обсталивание. Умовы работы у сельскохосподарцы саправды значительно зменились, а ли праца на палетках усе ровно нелегкая. Сярод тракторов, який уручили переможцам, два именных Галина Кожанова, про свою механизаторам уже около 18-ти годов, с початку была передовиком. Одно из господар Витебской области зараз заявляется прикладом ОКСУП Крылск Будокошелевского района. Особенно летом. Мы выходим где-то к 6 часам на работу, где-то к полседьмого мы выезжаем. И где-то в 8-9 мы дома так и бываем. Ну, надо же и дома сделать. Ну, понимаете, приезжаешь домой, как бы усталый, но ничего, мы справляемся, это все хорошо у нас. Аграры в Галина Кожановской области все летают, чем гонориться. Подчас врачистого схода, старшиня Абрауканкаму Владимир Дворник огучивая выники работы агропромыслового комплекса в 2017-м, бодай самый главный рост больше, как у двоя, прибытку от реализации продукции. В паравнании с минулым годом колькость стратных селез подприемств скоротелась больше к 4 разы. Регион заявляется в Беларуси лидером о развитии живеологодовли. У этой глине так само чекается заповедный миньон. Столький тонн молока повинен оттримать до конца года на живеологодовчих комплексах, а врача наслечения внутреннего рынка значная частка продукции поставляется на экспорт. Причем для традиционных партнеров все это додались такие краины, как Непал, Аман, Сингапур, Сирия, Турция, Вьетнам. Представит вся республика по показателям, в том числе и Гомельская. Но мне приятно, что удельный вес Гомельской области в общереспубликанском объеме сельскохозяйственного производства с каждым годом растет. И если 5 лет назад это было 11%, то сегодня мы уже имеем более 15%. Поэтому перспектива у нас огромная в области. Люди, которые работают в этой отрасли, тоже самотверженно работают и делают этот результат. Поэтому я в этот день хочу просто еще раз поздравить этих людей с этим праздником, пожелать им здоровья, благополучия и всего хорошего. Что 30 переможцев, то первое место по уборце сборжевых сегодня у Реческого района. Пан Аректос и Кормов, лепшие аграрые Мазерщины, пан Адоих, Добрский район. И такая статистика. Самые великие намолоты сирот господарок у согласных комбинатов зара Мазерского района около 40 тысяч тонн. Лепшие комбайнеры Василь Коваль и Миколай Великоборец за агрокомбинат Холмич Реческого района. На их рахунку 3145 тонн намолоченного сборжа. Алексей Теров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Житковичем.